Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале PiraFox. Сегодня мы с вами будем готовить дегстрин. Для этого нам понадобится крахмал, сковородка. Все очень просто. Берем крахмал, высыпаем его на сковороду. Я думаю, этого маловато, поэтому взял еще три пачки на сковородку и обжариваем. Теперь воспользуемся вот такой лопаткой. Распределяем крахмал по поверхности и подключаем газовую плиту. Я подключил газовую плиту, теперь давайте мы с вами будем аккуратно обжаривать крахмал. Огонь желательно поставить на медленный и начинаем медленно помешивать наш крахмал. Крахмал медленно начнет менять цвет с белого до коричневого, с белого до бежевого. В зависимости от крахмала. Он может быть кукурузным, картофельным, рисовым. Но я вам скажу одно. Конечно, крахмал бывает разным. В принципе, цвет дегстрина после обжарки, то есть после обжарки крахмала, он тоже может быть разным. Он может быть темным, он может быть светлым. Но так как я использую картофельный крахмал, у меня он будет такого бежевого цвета. Так как я уже пытался готовить дегстрин в домашних условиях таким образом. Дорогие друзья, он, как видите, уже начал изменять вон цвет. Реально уже стал во, более-менее пошел процесс. Реально становится такой уже бежевый. Самое главное, чтобы он не подгорал вот в том месте, в котором у нас огонь. Где-то вот здесь середина. Сейчас хорошенько прожаривать. Вот, нужно его прожарить. И у нас с вами получится вполне очень даже хороший дегстрин. Мало, можно будет так мыть, так что это ничего страшного. Вот, в сковородке ничего не будет. Дегстрин это пищевой клей, так что его можно делать в своей сковородке. Самое главное знать правильно выставить температуру и не давать подгорать крахмалу на сковородке. Так, я думаю, нужно выключить уже газ, потому что температура сковородки позволяет на ней до сих пор обжаривать крахмал. Поэтому, вот, сейчас, то есть, желательно хорошенько просто поперемешивать, и, возможно, крахмал получится. Какой-то получается дегстринчик вот такого бежевого цвета. Как-то так вот тут доходит, получился дегстрин. Остается дать остыть сковородке и дегстрину. А дальше его собрать в емкость и использовать. Давайте я подожду, пока это остынет, и мы с вами проверим и разглядим его поближе. Дорогие друзья, вот так вот у нас с вами прожарился этот крахмал. То есть, мы с вами получили дегстрин. Вот он достаточно мелкий. Вот. Дорогие друзья, вот такой вот получился видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии по этому поводу. То есть, работает данный способ, то есть, можно реально просто обжарить крахмал на сковородке. И мы с вами получим дегстрин. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok